1425 год в московии к власти приходит василий темный однако в целом вот первая половина 15 века это определенный упадок московского княжества вот кстати печать василия темного где он пишет что он князь всея руси но это то есть претензия на украину потому что руси это киев явно включала себя это понятие тогда но реально даже на вот этих территориях бывшего владимирского княжества и рязанского и новгородского господствовала литва чему способствовали раздоры между московскими князьями начинается крупная феодальная война так обычно называется феодальная война на руси но в общем московское княжества она хотя уже еще при колете пожалуй объединила какой-то степени вот это все бывшие территории владимирского княжества и господствовал над рязани и новгородом вот это московское княжество она внутри себя раскололась там пошла война между потомками дмитрия донского и в этом клипе я начальном этапе потому что больше так а двадцатая да и я еще в тридцатые к этому вернусь они все будут воевать и в сороковые они будут воевать если твой будут воевать и в пятидесятые в общем то то есть вот это это все это надолго основными противниками были вася косой и дмитрий шемяка про которого даже и шемякин суд анекдот есть но в общем затяжная эта история которая вошла и в фольклор и в народную память как московские князья друг другом передрались это задержало опять же полное освобождение золотой орды потому что занимались внутренними проблемами хотим орда уже в принципе ослабела ну по всей видимости это было на руку литве реально эти все территории либо уже официально входили там в литву как вассалы либо фактически пока московские князья дрались то есть литва совершенно было спокойно но это все подробнее расскажу значит официально дмитрий донской завещание дал мне вася темному а юрий дмитриевич и это юрий дмитриевич был брат стало быть василия дмитриевича то есть он был дядей вася темным василий темный был сын василия первого которым я говорил и софьи витов там и то есть он был наполовину литовец потому что мать его была дочь видов то что ему постоянно вину вменяли тоже но вот этот василий василий ведь все равно вступил борьбу с юрием с дядей своим за московский престол и юрий тоже вступил обе стороны начали воевать собирать войска однако аристократия больше поддержала василия и патриарх поддержала силе в общем они договорились и поделили территорию москвы между вот князем василием который стал великим князем главным и юрием его дядей это первый этап этой борьбы потом будет вася косой но значит они поделили но там не поделили дмитровская умер до князь города дмитрова и опять эти юрий с василием поругались теперь уже из-за дмитрия софья и то втона нагнетала в по всей видимости она работала на литву то есть вот мать василий темного была дочь видов то она устраивала эти дрязги активно но кроме того естественно она воевала за своего сына то есть ну как конфликт она разжигала василий 1 который заключил мир с литвой свое время передал лет веря территории восточных для литвы в своем завещании отдавал жену и сыновей под защиту видов то видов то был на пике славы победил при грюнбольде литва была явно лидером восточной европы на тот момент 1427 году официально софия витовна передала московской княжества под руку видов то то есть официально было признано на уровне значит княгини что москва находится под покровительством литвы видов отдельно заключил вассальные договора с региональными лидерами то есть официально тот момент тверь рязань пронское княжество входит состав литвы как вассальные как автономии новгород фактически хотя он республика с обсковым фактически находится под полным влиянием литвы где-то концу двадцатых годов власть вот этой литвы максимально и вполне мог быть реализован проект восстановления киевской руси вот в виде великого княжества литовского потому что в принципе москва в сфере влияния явно находилась официально рязань ходила как вассал тула вообще считалось литовской территории вот тульская земля входила в состав значит беларуси фактически ну или как западной руси наверное так нужно назвать официально великое княжество литовской называлась также и русию и имела значит староукраинский язык как официальный однако в 1430 году на пике своего могущества витов тумер а как раз тут появляются вася косой и дмитрий шимяка это дети юрия дмитриевича которые выступают против литовцев то есть говорят что вот москва фактически васе темный из софии мать его отдали москву под власть литвы надо немедленно восстание организовать митрополит опять их уговорил фотий однако митрополит в тридцать первом году умер то есть дело все равно шло гражданской войне в качестве посредника опять пытались притянуть татар влияние которых было меньше но сохранялась осенью тридцать первого года юрий василий то есть два основных конфликтующих князя поехали в орду разбираться по поводу ярлыка орда занималась своими проблемами сначала дала ярлык василию потом дала ярлык юрию видимо там кто больше заплатит ну кончилось тем что значит юрий считался официально признанным ордой московским князем с чем василий не согласился и продолжались вот эти дрязги на пике всего этого произошла свадьба василий василий темный был к тому же еще и молодой все это время фактически управляла его мать он значит с пятнадцатого года к власти он получается пришел ему было десять лет то есть я как бы говорю василий на самом деле это его мама софья все естественно все это делает чем в 10 лет кема политические решения принимать вот стало быть в тридцать третьем году ему 18 лет и его значит ему нашли жену вот на свадьбе василия темного 8 февраля 33 года его мать софия которая уже восемь лет ругается с юрием и его детьми заявила что сын юрия василий косой украл драгоценный пояс где-то там у дмитрия донского сорвала с него пояс и до сих пор непонятно она врала или не врала то есть может быть действительно там где-то пояс украл может быть она все это устроила к провокацию сорвала пояс оскорбила этих всех юрьевичей то есть васю косовой шумяку они ушли в галич не в тот галич который в украине местный галич разграбили ярославль который был за василия и началась война гражданская то есть гражданская война спровоцировала софья витовна вот этим самым вот эта литовка спровоцировала что сорвала пояс заявила что они украли пояс у них битва при клязме 33 год юрий разбил василия и занял москву василий бежал в тверь в кострову потом они помирились ему дали коломну василию вот он в коломне сидел на князем официально считался великим князем юрий к василию в колонну перебежали все московские аристократы потому что она мы давно правила не были его сторонниками москва опустела в то же время это группировка василия была довольно тоже резкая преследовали они своих же и это уже в 34 году опять привело к гражданской войне то есть они так как обычная феодальная война на то затихала то возобновлялась василия прозвали князем коломенским потому что туда переселилась но москва на очень небольшая была там несколько 30 тысяч на 40 тысяч лет так было поэтому там 5000 вполне может переехать основных там самых богатых за ними там остальные подтянутся перенесли столицу в колонну и вот на неё как раз опирался василий дальнейшей войне но про события тридцатых годов видимо я уже в тридцатые потому что надо в контексте с литвой там с ордой и совсем на свете